Новые бюджетные и налоговые кодексы дали старт реальной финансовой децентрализации в нашей стране. Местные бюджеты в Украине уже увеличены на 35% и это лишь первый этап. Только бюджет Харьковской области вырос более чем на 3 миллиарда гривен. Впервые для нашего региона предусмотрены целевые субвенции в сумме 5,5 миллиардов гривен на образование, медицину и детские и юношеские спортивные школы. Полным ходом идет процесс подготовки к объединению местных громад. Это позволит принципиально повысить их бюджетную самостоятельность и эффективность расходования средств, которые откроют новые возможности для привлечения инвестиций в местное развитие. Значит, это глубокие европейские реформы в сфере энергетики, которые способны придать новую динамику экономике Украины. В частности, президентом Украины подписан революционный для нашей страны закон о рынке природного газа на принципах свободной и открытой конкуренции. Развеннута реальность системная борьба с коррупцией. Достаточно сказать, что с начала года в Харьковской области задержано с поличным депутатов, чиновника среднего и высшего звена, больше, чем за все годы независимости вместе взятые по всей Украине. Но борьба ведется не только с фактами. Последовательно устраняются сами возможности для коррупции. До конца года будет принят новый закон об административных услугах. При поддержке Национального совета реформ, созданном при президенте Украины, начала работу система электронных государственных закупок, которая уже позволила сэкономить порядка 20% бюджетных средств на эти цели. Перспектива этой реформы – присоединение Украины к соглашению ВТО по государственным закупкам, что позволит Украине открыть новые рынки сбыта с годовым объемом закупок около более 1,5 трлн долларов. Коренные изменения проходят и в оборонной сфере, а также в сфере Министерства внутренних дел по обеспечению общественной безопасности. Уже начат набор в новую патрульную службу Харькова, которая будет обеспечена современным транспортом, оборудованием, специальными средствами и в ближайшей перспективе, в том числе, возьмет на себя функции государственной автоинспекции. Все кандидаты пройдут жесткий отбор и будут получать достойную зарплату, начиная уже с самого нижнего уровня. И в этом достоинство города Харькова и Харьковской области, так как Харьков является четвертым пилотным регионом по всей Украине. Уважаемые участники форума, я привела лишь несколько примеров, которые демонстрируют, что Украина четко следует европейскому курсу и настойчиво работает над достижением критериев членства в ЕС. Перечень реформ, которые осуществляются на центральном, региональном и местном уровнях и нацелены на экономическую и политическую модернизацию всего украинского общества, можно продолжать долго. И это ответ всем, кто упорно не хочет видеть реальных изменений в нашем государстве. Харьковская область, как ведущий индустриальный, аграрный, интеллектуальный центр Украины находится в лидирующих позициях в этих изменениях. Здесь и сейчас на своем уровне ответственности мы строим новую, современную Украину, как по-настоящему демократическое и сильное европейское государство. Сохранив мир и стабильность, наша область выступила проводником европейских ценностей на востоке нашей страны. И сегодня мы стремимся использовать все возможности, которые открывает перед нами соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Каждый человек, который отстоял в сложное время, все четыре года, а затем пиковый, четырнадцатый год, заслуживает отдельное и в частности большого уважения. Очень важно, когда нация понимает свои ценности. Очень важно, когда нация отстаивает их. И очень важно, когда каждый человек понимает, что он маленькая крупица народа. Когда каждый из нас будет честен, справедлив и будет качественно и ответственно относиться к подбору власти, тогда и власть будет ответственно относиться к своему народу. Именно патриотичность, сила духа, желание свободы и справедливости стали этим мощным локомотивом, который приведет нас к будущим, дальнейшим, глубоким изменениям.